Еще одно дополнение, которое можно сделать для классов, это то, что в обычных функциях можно передавать классы в качестве определенного типа. Давайте мы как раз это посмотрим, как оно работает. Допустим, у нас есть функция, которая называется getDurProp. И у параметра будет определенный тип, допустим, durProp. Это как раз название нашего класса. А переменная, которая будет принимать объект этого класса, пусть будет называться object. И выведем наш этот объект в браузер. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось. Если мы сейчас вызываем функцию getDurProp и попробуем любой текст набрать, то увидим, что у нас здесь отображается ошибка. Она находится в 33 строке. Но стоит сюда передать сам объект с типом durProp, который был создан на основе этого класса durProp, то увидим, что у меня ошибки все исчезли. И вардамп отобразил мне этот объект durProp. Если мы сюда, в этот класс еще добавим какие-нибудь свойства, допустим, public, пусть это будет модель, какая-нибудь Dorx, то вот у меня отобразился этот объект со свойством модель и ее значением.